Музыка Меня зовут Семенова Надежда Леонидовна. Я работаю на звероферме, звероводом, бригадир. Зверовод, он основной работник, который ухаживает за лисами и работает только с ними. Рабочий день у нас с 9 утра, ну и до 5. Кормить, расчесать, ну, каждого лиса это надо прочес делать. Расчесываем, конечно, не всех сразу, а по отделениям, как бы. В одно отделение там, в другое, второе, третье. Ну и за неделю надо это все сделать. Ну, сейчас у нас в это время идет у лисгон, да. Подсадку делаем, потом подсаживаем, пересаживаем. Ну и все, и потом уже начинаем своими делами кормить там, убираться все. Здесь, наверное, не важно образование, только чтобы уметь с ними работать. Если новый приходит человек на звероферму, обучение идет, ну, как бы, неделю, наверное, да. Учишь ловить там все прямо, и привыкает. Хочешь работать, умей все делать, да. Лисы круглый год живут в открытых варьерах, даже в минус 50. Ну и нормально, переносят зиму. Летом, летом тоже самое. Ну, в жару, конечно, мы им некоторую воду даем, ну, днем. Ну, чтобы, конечно, вот когда жарко бывает. Ну, у нас такого, чтобы прямо минус за 40 никогда. А так нормально, жару переносит. Главное, чтобы крыша была, чтобы снег не попадал, дождь там, и все такое. Они у нас сидят в одиночку. Если там к соседу попал, все, они съели друг друга. Дерутся. Самцы в открытых, да, а которые у нас самочки с щенками, они уже с домиками сидят. Еду мы даем им теплую, каждый день, свежую, с утра приготовленную. И комбикорм, мясной, рыбный, все, что в состав уходит. Грамм 200, наверное, вот эти вот поварюшек. Когда щенение у нас идет, мы утром приходим, им даем уху, которые мамочки родили, им делают с утра уху и подкормка, чтобы было, наверное, молоко для у них. Так, а так мы кормим их один раз в день, ну, в обед. Питание у них мясное бывает и рыбное. Ну, все это прокручивается фаршем через мясорубку. Ну, и вот было нынче, как сказать, овощи, ну, чтобы витамины для них. Так, премикс, вот это все добавляется. Ну, вот сейчас щенение начнется, им нужно сено положить, поменять все. Вот каждый раз проверяешь, сухое, не сухое, все очищаешь. После щенения у них, ну, потом ближе к осени, ну, летом, щесать их надо, расчесывать мех весь. Ну, такой, катышки, не катышки, все убираешь. И сколько именно живут, я не знаю. Ну, здесь вот есть 13-го, это, считай, 10 лет, да, им получается. Да, и все. Ну, которые хорошие мамочки, их как бы оставляют. Лисы начинают приносить приплод через год, ну, и каждый год. К всему бывает 12 щенков, ну, в среднем 6-7 голов. Зависит от мамы, да, если нормально мамы там все, в состоянии все, они все выживают. А если нет, то, естественно, она начинает отталкивать. Ну, и губи там. Можно, конечно, да. Ну, мы для этого забираем у мамочки, отогреваем там под лампой. Поем витаминами, ну, отогрели все. Если она их не примет второй раз, мы уже подсаживаем другой мамочке, у которой там поменьше поголовье. Ну, например, там 4 щенка, да, мы к ней подсаживаем. Один человек смотрит 125 лис, 100 самок и 25 самцов у нее. А всего у нас поголовье 400 самок и 100 самцов. У нас сейчас работают четверо звероводов, ну, пятеро нас. Четверо у нас каждый день, а пятый у нас подменный. И дается там неделю, один раз выходной, подменный приходит, заменяет зверовода. Ну, мне кажется, да, привыкают. Даже если человек там, ну, не вышел там, ну, выходной, да, идешь их кормить, они уже отличаются от твоих, от своего отделения. Когда кормишь других, они какие-то агрессивные к тебе. Или ты уже сама знаешь каждый своего лиса, да, какой он там. А тут других начинаешь кормить, они то кидаются, то все равно отличаются. Есть такое у них. Кусаются, конечно, да. Маленьких щенков еще можно погладить, да, там на руки подержать там все. А чуть подросли, все, их даже и поймать руками так не поймаешь. Только рукавицы толстые или так вот. Эти лисы, они получаются полудомашние. Они в лесу не выживут, мне кажется. Тут есть дикий лис, вон, рыжий. Он все равно такой побаивается всего. Сразу видно, что он отличается как от домашних и с лесу, который пришел. Он такой корм, он долго не ест. Боится всего. Ну, сейчас уже привык вроде как. Они слишком пахучие как бы для дома. Раньше мы как рукавицы толстые зашивали и ловили их. А сейчас с очками очень удобно. Сочок зашивает с палаточного и ты даешь все. Где-то в 7-8 месяцев они уже вот такие большие становятся. И начинается забой, да. Зависит, конечно, тоже от сохранности. От 1200. Ну, из них там уже смотришь 800. Голов, наверное, идет на забой так. Есть светлые, есть темные лисы. Ну, в основном они как бы у нас серебристые лисы. Поэтому как бы больше серебристых выбирают. У нас в мехах у всех одинаково. Снятие шкур. Вот это все делается на забой. Приходят люди. Там, которые съемщики обдирают. И обезжировщики. И все по отдельности. Отпуск бывает так же, как 52-53 дня. Как у всех. Я обычно ухожу летом отпуск. Но если идешь в отпуск, нужно все равно найти человек, чтобы тебя заменил. Да. Тоже самоумеющего, чтобы он там умел. Все. Короче, с лисами работать. Это не единственная звероферма у нас в Иенгрии. Еще есть по республике где-то. В каком-то в Горном, по-моему. Я точно не знаю, где именно. Я люблю лис. Да, я тут поэтому работаю. Если бы я, конечно, не любила бы, нет. Бывает, что я начинаю скучать. Тянет на работу. И все. И все.